Либо раздает фейковые деньги ради ролика, либо сразу же после съемки забирает... Та ну, это такой бы шквал поднялся, это слишком было бы палевно, это ну... Майни, с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео, которое меня почему-то просили, называется «Зашквары мистера биста» от Маразма, я давно его ролики не смотрел, но, говорится, что я хайп такой пропущу, хайповый же ролик, давайте посмотрим, почему нет. В этом видео хочу поговорить о хейтерах мистера биста. Я не фан от Маразма, ну ничего против него не имею, вообще против никого ничего не умею, делайте, что хотите. Большинство моей аудитории, взглянув на одно только название... Ох, уже та белка, блин. Ладно. Чё, у мистера биста вообще есть какие-то хейтеры? Правда, ради таким вопросом постоянно задавался и я, когда видео под его роликами в принципе дизлайки, да и причем под теми роликами, которые ну вообще этого не заслуживали. Например, тысячи глухих людей слышат впервые. Вот кто те 50 тысяч, которые поставили... Это завистники и так далее. Мне кажется, нету ни одного видео, в котором не было хотя бы одного дизлайка. Ну, в плане того, что если большой видос, в котором много лайков, там по-любому хотя бы один дизлайк будет. Люди иногда ненавидят кого-то просто потому что... Потому. Просто потому что потому. Ну, вот, не надо причина. Ставили дизлайк. Возможно, какие-то другие глухие люди, которым мистер бист не помог, потому что я ну вообще не замечал за мистером бистом ни одного хотя бы маломальски значимого зашквара за всю его карьеру. И знаете, как у нас любят говорить всякие инстаграм-звездочки, запрещенная в РФ социальная сеть, бла-бла-бла. Вы меня хейтите, потому что вы меня просто завидуете. Так вот, в случае с мистером бистом данная фраза впервые имеет место быть. Другого стимула хейтить данного блогера, кроме зависти к нему, я действительно не вижу. И говорю я это от чистого сердца, потому что мне, ну, как-то подмазываться к мистеру бисту вообще не имеет никакого смысла. Я уверен, он даже не в курсе о моем существовании. Мистер бист для меня... Нет, объективно, мистер бист это один из самых лучших феноменов ютуба. Ну, вот, это реально объективно. То, что... Я очень рад, что вот на ютубе появился вот такой вот феномен. Это круто. Это реально очень классный проект, очень классный канал, очень классный персонаж. Ну, как-то, я же не знаю его как человека, поэтому могу говорить о интернет-персонаже. И он крутой реально. Один из немногих ютуберов, который заслуженно добился той популярности и тех заработков, которые он имеет. Но, как выяснилось, даже у такого человека, как он, есть свои хейтеры. Причем не только рандомные чуваки, которые заходят в дизлайк поставить, а вполне себе успешные медийные личности. Вы, я думаю, все знаете, за счет чего мистер бист добился такой ошеломительной популярности. Конек его канала это какие-то безумные масштабные идеи и такие же безумные масштабные челленджи. На реализацию которых уходит просто колоссальный труд, ну и разумеется колоссальные бабки. Начиналось все с простых идей, например, таких как в лайве досчитать до 100 тысяч, а закончилось, точнее, еще не закончилось, подарком подписчику целого острова стоимостью в 500 тысяч долларов. И, как вы понимаете, каждый свой новый ролик мистер бист старается сделать масштабнее предыдущего. Правда, как он сам признавался после игры в кальмара в реальной жизни, ему уже тяжело придумать что-то круче. И этот ролик очень сильно повысил планку ожидания от его контента. И вот вы спросите, а за что, собственно, его можно хейтить? Ну да, чувак придумывает масштабные идеи, занимается благотворительностью, не был замешан в каких-то крупных скандалах. Но оказалось, что каким бы человек хорошим не был, за что его хейтить всегда найдут. Например, довольно популярный на американском ютубе подкастер Ким Стар, которого еще называют тараканом ютуба, снимал видео про мистера биста, в котором обвинял его. А почему таракан? А, у него даже таракан рисован на этом. Сказывается, мистер бист не раздает никому деньги, а либо раздает фейковые деньги ради ролика, либо сразу же после съемки забирает деньги. Да ну, это бы такой бы шквал поднялся, это слишком было бы палевно. Это, ну, чувака с такой огромной миллионной аудиторией, он бы раздавал бы фейковые деньги. Ну, это бы максимально быстро бы спарилось, и максимально быстро у него очень все пошло под откос. А я не сильно слышу про то, что он фейковые деньги раздает. И деньги себе. Конечно же, в теории это может быть правдой, но давайте думать логически. Мистер Бист уже давно долларовый миллионер, который может себе позволить и позволяет 500 тысяч баксов на один единственный ролик потратить. И для которого отдать какому-то рандомному ЧУ 10 тысяч долларов, это то же самое, что мне отдать победителю конкурсу в моем телеграм-канале 5000 рублей. Что я уже несколько раз добросовестный делал. И да, я знаю, что, например, в нашем медийном поле есть и такие недобросовестные блогеры, как Литвин, Гусын, Гасанов, Дава. Которые не гнушались устраивать фейковый розыгрыш, отдавать людям деньги только на время съемок. Но, камон, это блогеры без репутации, а у мистера Биста репутация все же имеется. А на западе институт репутации работает не как у нас. Когда Рындыш снял разбор на миллион просмотров о том, что Суба кидает людей на бабки, все посмотрели и... Ну это на самом деле да, у нас, конечно, репутация как таковая практически никак не работает. То есть реально у нас могут блогеры кидать на деньги, причем кидать на какие-то огромные деньги. И все такие... А, ладно, забыли. То бы так и надо. На западе же, если тебя отменили, то прощайся прежде всего со спонсорами в лице крупных корпораций. Как бы даже если обычным людям пофигу, они все равно продолжат тебя смотреть, то какие-то крупные корпорации точно откажутся с тобой работать. И факт того, что ты раздаешь фейковые деньги... Во-первых, давай так доказуем, а во-вторых, очень бы сильно ударил по твоей репутации. Так вопрос, зачем мистеру Бисту ради незначительной для себя суммы так подставляться? По итогу знаете, как этот конфликт разрешился? Мистер Бист просто позвонил Ким Стару, спокойно с ним все обговорил, указал ему, где он не прав, и Ким Стар в конце этой истории перед мистером Бистом извинился. А теперь мы поговорим про единственный маломальский серьезный скандал... Ну, бейте, хотя бы решили вопрос вот так, дипломатически. Ну, это круто. ...который произошел с мистером Бистом, и то, опять же, не по его вине. Это сбои в приложении Finger on the App от Мисс Чиф во время онлайн соревнования на 25 тысяч долларов, который объявил мистер Бист. Дело было вот в чем. В данном соревновании в лайве участвовало огромное количество его подписчиков и стримеров. Однако это приложение оказалось недоработанным, и могло просто-напросто выдавать сбои не по вине игрока. Допустим, ты держишь палец на экране уже больше 12 часов, и затем приложение тебе пишет о том, что ты проиграл, хотя ты не убирал палец с экрана. Виновником этого, вероятно... Ну, мне кажется, это не совсем прям косяк именно, а... Как сказать... Ну, это мне не кажется, что-таки не совсем прям косяк, потому что... Именно Бистра Биста. Это приложение, глюки возможны, тем более, даже может сам телефон заглючить. Вот просто он может тач-касание прекратить отслеживать. Ну, вот реально, это же вполне возможно. Представьте, запустился какой-то на телефоне, на стариком телефоне, который тормозит. Ну, все затормозило, слагало еще. Сильный пот от того, что вы постоянно держите палец на экране. В том числе, кстати. И сенсор телефона больше не распознавал его как палец. Также людей, которым, к примеру, нужно было выходить из дома и идти на работу, выкидывало из сервера при переключении с Wi-Fi на сигнал сотовой связи. И представьте, вот это человек, который не спал двое соток, это проблема не приложения. Однако его все равно выкинуло из игры. Также, сколько троллей развелось во время этого соревнования, особенно на стримах, это нужно было видеть. Например, довольно распространенным методом троллинга было донатить стримерам некую сумму с ником Хайзи Ри. Я понял, типа Хайзи Ри. Это жутко. Это, ну да, это сильно. С вами что происходило? О, Хайзи Ри, я приносил... О, мой Бог! Я не знаю, что это значит. Это, конечно, не забавно. Но из-за большого количества сбоев, а также из-за того, что те, кто встречался с Wi-Fi на сотовый сигнал, порой вообще дисквалифицировали, потому что сервера воспринимали это как путешествие во времени. То есть, когда ты проиграл, и ты просто отматываешь время на телефоне назад, чтобы вернуться в игру. Я так в детстве в симуляторах всяких дел, чтобы не ждать, пока здание 12 часов строится. Также было огромное количество мошенников, которые прикручивали стилус к вентилятору или другому крутящемуся предмету, дабы стилус постоянно находился в движении. Благо, приложение научилось работать с такими мошенниками, так как алгоритм определял цикличные действия и просто выкидывал таких людей из игры. Мне кажется, самый умный программист, которые чисто рандомайзерно лупашили, какой-то с маленьким искажением и с хорошей акселерацией, и всё, они такие, и всё, они победили, они победили. Всё равно из-за огромного количества сбоев репутация мистера Биста пошатнулась. Особенно, когда дисквалифицировали победителей якобы за путешествие во времени. И из-за этого многие в Твиттере начали называть мистера Биста с камерам. Это, конечно, очень досадно, что многие люди, честно играющие в эту игру, проигрывали не по своей вине. Но я уверен, что происходило это явно не по вине мистера Биста. Ну это реально не вина мистера Биста, абсолютно. Просто не могли просчитать все варианты развития событий и задать к ним алгоритм действия. Зато я играю в такую игру, в которой ещё не происходило ни одного сбоя и в которой тебе не нужно страдать, держа палец на экране по 50 часов. И в которой ты ещё... Это шо, реклама? Это автор покушает? Ну это одобряемо. Вот это автор тоже покушает. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что у неё появился магазин и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Но на всём этом хейт мистера Биста нихрена не закончился. Определённая группа обиженок после выхода видоса на канале мистера Биста про то, как он вернул тысячи людей зрения, начали обвинять его в том, что он хайпится на больных людях и якобы все свои благотворительные ролики он выкладывает не с целью действительно людям помочь, а с целью набрать просмотров и прибавить себе баллы в глазах общественности. Я вот это, честно говоря, не понимаю. Делаешь гадость на видео, говорят, лучше бы ты делал хорошие дела. Делаешь хорошие дела на видео, говорят, что ты хайпишься на хороших делах. Это настолько обесценивает на самом деле. Честно говоря, мне, если мистер Бист сделать даже это для какого-то личного хайпа, возвращает людям зрение, слух, огромному количеству людей, огромное количество денег тратит, то это хоть для хайпа, хоть не для хайпа, какая разница, он помогает людям. И он это делает, не знаете, не из злых побуждений. Это не как блогеры у нас, которые снимают какую-то дичь. Вот если брать русскоязычный блогер типа Эдварда Билла, ну, блядь, тетюхнутого, который снимает дичь, докапывается до людей, в такой бабушке покупает пачку риса, такой, все, все, я святой, что это? Вот это дичь, вот это реально хайп на каком-то отстойнике. Еще и дешевый хайп, он даже не постарался. То вот это, ну, это реально очень заставляет уважать этого человека. Какая разница, занимается по хайпу, не по хайпу. Я постараюсь объяснить, почему именно в случае с мистером Бистом данная предъява, ну, вообще, никоим образом не в топку. Понимаете, одно дело, когда напыщенной благотворительностью занимается какой-нибудь Эдвард Билл. Блин, ну да, он мне, кстати, тоже первый же в голову пришел, потому что у меня эти ролики иногда его вылазят в ютуб-шорцах, меня от него блевать тянет. Фу. Опасный для общества, который унижает людей на улице, кидает подписчиков на бабки, создает свои скам-проекты и в целом является просто конченным. Бабушкам лекарства оплатил, ой, какой он теперь пусечка и молодец. И если вы думаете, что это не работает, то два года назад, когда я снимал про него ролики, вы не представляете, сколько мне пришлось перебанить супостатов, которые писали, зато он благотворительностью занимается, а ты только и можешь, что белкой трясти, свои ролики, и записывать. Специально для такой овощебазы поясняют, то, что он помогает бабушкам, тут базару нет, помогает. Но каждый человек, чью IQ больше минус 50, должен понимать, что как Эдвард Билл, так всякие Суба, Литвины и прочие все эти псевдоправильные... Я не знаю, кто такой Суба. Литвин, я знаю, что он там вроде что-то сжигал там машину, ну, дурной, дурачок. Что с него взять? Чуткие пацанчики занимаются благотворительностью только для того, чтобы очистить свою загаженную репутацию в глазах общественности. А совсем другое дело, когда ты изначально чувак с безупречной репутацией, и даже если ты занимаешься показушной благотворительностью, даже если ты это делаешь возможно не искренне, то это уж никоим образом нельзя назвать лицемерием. Лицемерие, это когда ты делаешь плохо одним, но пытаешься очистить свою карму, делая хорошее другим. А когда ты никому не делаешь плохо, но при этом еще и делаешь какие-то полезные вещи, то это уж никак лицемерием назвать нельзя. Ну и последнее, как по мне, самое нелепое обвинение мистера Би... Вот сейчас, пока мы не пришли к последнему, человек написал, мистер Би сошкарился еще своей бургерной. Там делали, откровенно говоря, плохие бургеры, отчего в этом году мистер Би сошкарился с этой бургерной. Как по мне, лично это вообще не зашкар, опять же, мистера Би сошкарился. Окей, он может выступать даже лицом этой бургерной, но уследить за всем, учитывая, что это человек, у которого огромное количество вещей за его спиной. Шоколадки, гонфетки, мерч, его канал, куча проектов, у него куча каналов, ко всему прочему, всякие благотворительные проекты и другие штуки, связанные с ним, то есть их много. Уследить совсем невозможно. Ну, окей, бургерная была плохая, но заметьте, он понял, что с этой бургерной нет смысла работать, он с ней расстался и перестал с ней работать. Это, как по мне, ну, это правильный поступок, хороший поступок. Я, типа, не вижу ничего плохого в этом. Как бы, все идеально сделать невозможно, тем более, если за это отвечают в основном другие люди, человеческий фактор присутствует. Возможно, такое, что сначала там бургеры были хорошие, возможно, мистер Бист реально в них поверил, а вот так вот подставили. Ну, понимаете, если бы он сам все сделал, но это невозможно, он же человек, он всего один человек. Биста звучала от ущемленышей, тогда, когда Крис Тайсон, про которого я уже снимал видос, решил сменить пол. Вы, я думаю, знаете, кто это такой, знаете, что это шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу. Май выказывал некую неприязнь. Да, к сожалению, в западе... Мне так нравится, вот это, типа, им кажется, что он как-то, кажется, что как-то не так смотрел, вот это, как-то, кажется, вот это, бля, на меня вообще, бым, взрыв в мозг, вот это доказательства, неоспоримые. В обществе, если ты медийное лицо, ты не можешь выказывать неприязнь подобным персонам. Но тут, на самом деле, я уже вам высказывал, что мне мистер Бист реально жаль. Честно, я после того, как, типа, вот Крис, Кристина, мне, ну, все равно, как его называть, ее называть, сменила пол, сменил пол. Для меня лично в роликах мистера Биста вообще ничего не поменялось. Даже Крис, ну, он вел себя, или ведет, или вела. Я вот, я как-то, знаете, наверное, для того, что для меня это диковинка, и у нас это крайнее, ну, почти никогда не случающееся явление в наших странах, поэтому мне сложно, наверное, воспринимать это как-то, но мне, честно, все равно, это его личное дело, чем хочешь заниматься, его личная жизнь, делайте, что хотите, говорится, ваше тело, ваше дело, живите, спите с кем хотите, какая мне личная разница. Суть в том, что для меня даже в роликах мистера Биста ничего не поменялось, как, в принципе, был персонаж Крис, ну, Кристина, можно сокращать до Крис, поэтому, в принципе, можно сказать Крис, то и, таким и остался, ну, то есть, не знаю, может быть, договорились, чтобы он так себя вел, может еще, может он, в принципе, так себя и вел, никто же не должен обязательно себя вести, как непонятно кто, ну, короче, не знаю, я вообще не вижу в этом никакого зашквара, я вообще не вижу, почему из этого так все бурлит, потому что Твиттер, Твиттере всегда все бурлит, там что не скажут, собачки какие-то, твиттерские, ну, реально, мне нет, вообще там личной жизнью, ты тут занимаешься в Твиттере? Он вынужден, дабы не быть отмененным, терпеть вот этот организм в своей команде, хотя Бист, чувак-то довольно базированный, а в целом, что тут можно сказать, какая бы у тебя не была чистая репутация, сколько бы хорошего ты не сделал, если ты мега успешен, тебя обязательно найдут за что хейти, так уж устроена человеческая природа, на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и обязательно подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Ну, по факту, за шкваров бистера биста нет, ну, не знаю, я об них не знаю, и, понимаете, если у каких-то блогеров сразу понятно, что там какие-то шкварки, какие-то странные вещи делаются, к мистеру бисту вообще ноль претензий, он делает крутое шоу, он делает крутые вещи, его очень приятно, интересно смотреть, сам он очень ведется, как приятный персонаж, у него очень приятная команда, которая ведет себя, ну, как реально, друг к другу, как друзья, это классно за этим наблюдать, поэтому я не знаю, а кто там у них, кто с кем спит, какая мне лично разница, кто там какого пола, вот лично меня, как человека, который просто смотрит видосики на ютубе, вообще-то волновать не должен, и меня это не волнует, почему это волнует кого-то другого, для меня тоже непонятно, не нравится вам, просто не смотрите, вот для меня это чисто дикость, вот тут такой человек, мне вообще плевать, мне типа все равно, ну, для меня лично, видео мистер абиста, ничего не поменялось, тут можете писать ваше мнение, все ребята, всем удачки, всем пока, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, и субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,